Слышите, друзья, практически нет эха, а ведь мы находимся в очень тяжелом акустическом помещении. Сверху у нас подвесной потолок, а снизу керамогранит, и это коридор, а в коридорах всегда не очень комфортно разговаривать. А почему некомфортно? Да все просто, постоянные переотражения, звуки, гул, и из-за этого получаются вот такие вот некомфортные условия, акустические некомфортные условия. Но наш коридор непростой, здесь висят панели викустик, я бы даже сказал, это музыкальные инструменты. Да-да, я не оговорился, именно музыкальные инструменты, но не типа флейты, либо саксофоны, которые издают звук. И эти панели, они его поглощают, и причем делают это очень эффективно. Максимальная эффективность этих панелей, это поглощение звука в районе 400-800 Гц. Это самые паразитные частоты, которые мы слышим, и которые влияют на наш мозг и на нашу голову. Гул, шум, паразитные вибрации. Представьте, как звук ударяется от одной стены, потом перемещается к другой, потом идет к вам лучше, а если вы еще постоянно при этом говорите, поете, если источников звука несколько, например, 2-3 человека, и в итоге мы получаем вот такую вот звуковую кашу. Но если на стенах у вас висят панели, которые все это дело поглощают, то вы получаете комфортные звуковые условия, и вы знаете, это прекрасно. Что удивительно, когда я подношу ухо вот к этой панели, такое ощущение, что я слушаю бездну. Я бы очень хотел поспать в помещении, которое полностью обработано такими панелями. Мне кажется, это был бы фантастический сон, который абсолютно расслабил бы любой организм. Большинство людей даже не задумывается, насколько сильно все вот эти факторы звуковые могут влиять на жизнь человека, и сделать ее либо лучше, либо значительно хуже. Есть еще одна интересная особенность этих панелей. Они не только поглощают звуки, но еще и отражают и делают ВЧ, высокие частоты, более комфортными. Они их рассеивают более правильно. Это, конечно, свойство не лучшее для коридора, например. Но зато данное свойство просто незаменимо для аудиофильской комнаты прослушивания. То, что панели работают, это классно, но ведь нам же важен еще и дизайн, как они будут смотреться в интерьере. К дизайну у меня вопросов нет. Он действительно футуристичный, классный. Вы видите, что в данном случае у нас панели белого цвета, они подходят практически под любой интерьер, особенно под хай-тек и минимализм. Мне импонирует то, что именно эти панели глянцевые. И если бы я выбирал бы белый цвет, то однозначно в таком исполнении. Есть еще, кстати, и матовые варианты. В целом, Викусти предлагает практически любой цвет под ваше желание. Хотите розовый, зеленый, да хоть красные панели, вопросов нет. Да, маленький совет. Если кто-то захочет панели в цвет дерева, то точно не ошибетесь. У них отличная фактура и смотрятся на стене великолепно. Опять же, маленький лайфхак. Если будете делать их, то старайтесь, чтобы у вас было небольшое расстояние. То есть в упор эти панели лучше не клеить. Кстати, монтаж простой. Практически любая полиуретановая пена, пару минут подержите панель, чтобы она не слетела, и она будет держаться у вас годами. Клеится на обои великолепно, никаких проблем. Минус этих панелей – это цена. Она достаточно большая, но они сделаны в Португалии, якобы ручная работа, поэтому производитель говорит, что ниже никак. Ну, ладно, это на их совести. В любом случае панели рабочие. Также мне не нравится то, что не всегда новые следующие партии могут подойти по тону к предыдущим. Что это значит? Вы заказали одну партию, через, например, полгода к вам пришла такая же партия с таким же цветом, но они немножечко другие по тону. Опять же, в якустик это объясняет ручной работой и то, что у них все на производстве так построено. В общем, ладно, опустим этот момент. Еще один минус – вертолет. Не Ми-28, а то, что они не стыкуются. То есть, если вы поставите одну панель к другой в упор, получается, что какая-то грань может выступать. Видите, про что я и говорил? Эти панели сделаны стык в стык, и мне кажется, они смотрятся не так классно, как, например, те панели, у которых был маленький зазорчик. Вы видите объем, видите, что они отступают от стены, и это смотрится стильно. Кстати говоря, у в якустик на их сайте вы можете вбить параметры вашей комнаты, ну, например, если вы еще не сделали ремонт, вплоть до того, какие у вас будут обои, что у вас будет на стенах, на потолке, какой материал. Загрузить дизайн этой комнаты, и компания рассчитает, как и где, на потолке, в каких местах, какие панели вам необходимы. Это действительно интересная опция, которая преобразит вашу комнату прослушивания. Конкурентов у этих панелей практически нет. Ну, вы можете, конечно, повесить акустический пролом, но, во-первых, он смотрится не так классно, и он не такой эффективный. Я читал, что японцы, ниху, онкиу, инженеринг делают тоже акустические панели, но они далеко, во-первых, во-вторых, там цена какая-то космическая, опять же, у них даже по сравнению с векустиком, и в-третьих, они абсолютно никак не смотрятся. Подводя итоги, классная технологичная дизайнерская вещь без каких-либо минусов, ну, за исключением цены. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok